Всероссийский Олимпийский день Всероссийский фехтовальщики, каратисты, всего около 400 начинающих спортсменов, стали участниками яркого праздника. В гости к юным спортсменам приехали стулованные атлеты и известные руководители. Общение с олимпийским чемпионом Юрием Мухиным, многократной чемпионкой мира по гиревому спорту Ольгой Еременко и ее тренером, получилось живым и познавательным. Не было такого, чтобы бросали этот вид спорта? В спорте, я думаю, что перерывов нет. Если ты уже как-то решил залезать, то уже обратной дороги нет. Так что не советую вам это делать, ребята. Знаете, я, наверное, так скажу, что действительно судьба у каждого разная и спортом надо заниматься хотя бы для того, чтобы стать человеком. Потому что спорт организует, спорт проявляет цели, к которым стремится человек всю свою жизнь. Он становится порядочным, просто становится человеком. Увлекательная викторина знатоки олимпизма от студентов и преподавателей университета физкультуры дополнила программу праздника. А компьютерные игры получились особенными, виртуальными. Юным спортсменам нужно было не сидеть перед монитором на стуле, а именно выполнять все движения перед специальным оборудованием, которые повторяли виртуальные персонажи на экране. Так ребята почувствовали себя настоящими горнолыжниками, теннисистами и игроками в дартс. От спорта виртуального к реальному. Все участники спортивной смены приступили к выполнению норм ГТО. Мне больше всего понравилось сдавать отжимания, потому что когда я касалась той табуретки, она издавала такой смешной звук, и мне это было приятно. И я сдала 22 отжимания. Мы завоевывали больше всего, на котором ребятам рассказали о стране. Давно задержали, громко ответили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова